Так, ну что, ребят, всем привет! Ролик по поводу битка. Волатильность у нас постепенно повышается, доминация, ну, немножко откатила. Ну, по сути, на рынке скучно, да, естественно, у меня даже просмотры в телеграм-канале упали на ютубе, и это показатель того, что людям действительно неинтересно. Ну, по факту, оно так и есть, потому что, ну, смысл следить за рынком, у которого доминация падает, да, то есть альткоины либо вяло текущей такой говняшкой, да, либо наоборот снижаются, либо в боковике стоят. Ну, короче, волатильности особо нет, то есть у нас, наоборот, идет какое-то либо снижение локальное, естественно, многие рассчитывают на то, что у нас там обновление лоя будет. Понятное дело, что могут сейчас подсбрить лонги, но потом все это дело выкупится, как я и показал, это было в мае-июне 2021 года. То есть ситуация абсолютно аналогичная, поэтому те, кто там сомневается, окей, могут сомневаться дальше, в принципе, ну, большинство людей не смогут дотерпеть до пика Балрана, потому что, ну, настоящий альтсезон истины, он даже еще не начался, но большинство этого, к сожалению, даже не понимают, и, естественно, будут потом кусать локти, когда все отрастет через полгодика, через год, потолок полтора года, и, конечно же, не скажут, ты шо, въебался полтора года ждать, ты шо, это ж долго, я лучше вон там, не знаю, на фьючерсы пойду или в казино, блядь. Ну, удачи, быстрее там заработать, по битку, кстати, шартыс были, по эферу там и по остальным монетам лонги. И давайте поборем к новостям. SEO CryptoQuant не обнаружил признаков капитуляции биткоин-майнеров. Самое забавное, что тот же, там, CryptoQuant и многие другие компании, там, фонды рассказывали нам, что вот, там, капитуляция майнеров, они обязательно должны продать, там, на 5 миллиардов, на 10 и так далее, и постоянно нам это внушали, что на январской коррекции, что на мартовской, что на текущей апрельской, да, и постоянно рассказывают, что вот, да, должна была быть капитуляция, но, несмотря на то, что халлинг, блок в результате халлинга, то есть, не нашел капитуляции, и майнеры продолжают майнить, блядь, ну, кто же основные майнеры? Наверное, обычные людишки, которые на панике будут скидывать. Конечно же, нет. Это фонды, правительство, ну, и остальные киты, я думаю, понятно. Далее у нас Apple обсуждает с OpenAI, то есть, это тот же WorldCoin, я напоминаю, создание чат-бота для айфона. Ну, и поэтому я уже говорил, что WorldCoin также будет расти, потому что есть, во-первых, подкрепление с реальным миром, также сотрудничество с Apple, с другими компаниями, ну, и вообще искусственный интеллект сейчас в тренде, поэтому это неизбежно. Arcom, это тоже перспективная компания, которая анализирует кошельки китов, поэтому однозначно тоже будет расти, и даже несмотря на то, что некоторые монеты могут стрелять без фундаментала, то, как мы понимаем, если фундаментал есть, то вероятность этой монеты, ну, выживания этой монеты намного выше. Вероятность, опять же таки, не гарантия. То есть охлаждение интереса к Bitcoin ETF усилило у нас отток из криптофондов, но, как вы понимаете, то, что там якобы какие-то оттоки, это полная чухня, и нам говорят, что с 20 по 26 апреля у нас 435 миллионов. Ну, тут нарисовать все что угодно можно, и говорят, что якобы вывод сетс Грейскейла замедляется 440 миллионов, типа полмиллиарда вывели, потом, соответственно, поступление 126 миллионов против 254 миллиона ранее. То есть, по сути, если посчитать вот эти все суммы, то есть это где-то 370-380 миллионов, а здесь было 440. То есть разница где-то 60 лямов, и все равно, ну, как бы, приток у нас меньше, чем отток. И многие подумают, о, ну то что, все, надо паниковать. Но, по факту, показывают одни и те же картинки, одни и те же монеты, то есть тут все что угодно можно нарисовать, но для правдоподобности, конечно же, надо побольше написать инфы, побольше вот этих метрик, и чтобы толпа схавала. Ну, и толпа думает, а, ну да, точно, это все правда. Вот, Lazarus Group создала фейкового инвестора для атаки на DeFi сегмент. Ну, как вы понимаете, естественно, DeFi сектор продолжает у нас душить, продолжает хейтить, что в новостях, что киты говорят, что это, типа, нет смысла заходить в эту тему, то Uniswap там секс судит, то там еще что-то, то какие-то взломы якобы, ну, короче. И постоянно говорят, то там отток ликвидности, и, естественно, топят DeFi сектор. Но DeFi сектор напрямую связан у нас с децентрализацией, да, ну, отчасти, опять же-таки, надо понимать. И с той же псевдоанонимностью, да, ну, и, как вы понимаете, естественно, то, что, конечно же, киты могут тоже таяться через те же DEX, и в первую очередь они делают это там, вот, а потом уже на биржах, потому что, ну, на DEX, ну, те же монеты, которые на преселе они могут купить, и потом они начинают их листить на бирже, и там их пампить и распродавать хомячкам, да, которые, естественно, на листинге будут залетать и залетать по более завышенным ценам, там, в десятки, в сотни, а то и в тысячи раз. И прикол-то в чем, что, действительно, DeFi сегмент максимально душат с той целью, чтобы откупить монеты на дне, ну, а потом на хаях уже их распасовывать, потому что, ну, толпа сейчас на дне не хочет покупать, когда все красное, когда все в панике, когда все нудно, естественно, им не интересно. А как только все бы начнет зеленеть, всем начнет сразу быть весело и тепло на душе, да, сразу циферки зеленые жопу защекочут, да, ну, и, по сути, тогда все будут радостные. Самое интересное, у нас начался хейт по поводу троствалит, вернулся в Marketplace Play Store, хотя до этого буквально, по-моему, позавчера или вчера удалили и сказали, что восстанавливать не будут, на iOS, получается, в этом, в App Store не удаляют, ну, и менее чем через час, через час вновь появился в Play Store, ну, то есть Play Market, да, то есть, я думаю, Google Play, там, как он называется, вы поняли, ну, короче, для андроидов. И, конечно же, это была клоунада специально, я, в принципе, так и ожидал, но я не ожидал, что через час, я думал хотя бы пару дней, ну, и, как вы понимаете, конечно же, затронули основной кошелек, такой, как TrustWallet, плюс Binance-овский кошелек, я напоминаю, который они выкупили, и, конечно же, большинство людишек, которые, особенно новички в крипте, они используют кошельки, такие, как MetaMask и TrustWallet. Почему? Потому что они максимально простые, мозги напрягать не надо, и, естественно, большинство блогеров, олухов, хомяков советуют их, хотя они самые слабые по безопасности, чтобы вы понимали, особенно MetaMask. И, как вы понимаете, что, конечно же, многие после этого обосрались и могли продать свою крипту, или, там, наоборот, выводить начинать, или еще какие-то ошибки допускать. Ну, естественно, все это проделалось именно с самыми популярными кошельками, киты все это секут, и, конечно же, панику нагнали. Вот. Ну, и уже через час, как вы понимаете, пока толпа там распродалась, скорее всего, в минус, да, то уже все восстановили. Совпадение, да? И все это делается на дне пальтам, когда они стоят от минус 90% от хая. Совпадение, да, на дне. Байнштайн назвали временным замедление притоков Bitcoin ETF, и сказали, что INTEX 150 тысяч долларов на фоне торможения поступлений вполне реален, и подтвердили его. Но аналитики сказали, что привлекательно то, что EFIR может у нас запуститься 23 мая, EFIR ETF, да, и специалисты спрогнозировали повышение капитализации, ну, то есть, роста цен в трое, в трое, да, то есть, по сути, с текущих где-то 2 триллиона, то есть, это где-то 6 триллионов будет, в следующие 18-24 месяца. Ну, то есть, примерно полтора, а то и там, сколько получается, два года. Вот, ну, два года не знаю насчет два года, потому что через два года уже 26-й год будет медвежка, скорее всего. Ну, по поводу полтора, год-полтора вполне реально. Сообщество Shiba Inu предупредили о скамерах и фейковых токенах, ну, естественно, начинают хейтить и упоминать, в том числе, Shiba, то есть, такое, знаете, упоминание хейт. Ну, с одной стороны, подчеркивает интерес, как по IPL, допустим, с тем же судом, но то же самое, как мы видим, ну, подпитывает интерес, и в второе время создает скепсис, в тот же момент создает скепсис, чтобы толпа в него не заходила, вот так вот, да. Отчет, как Lazarus Group отмыли 200 миллионов 25 атак на крипторинок, ну, и, как вы понимаете, использовались различные, естественно, сервисы, и взломы эти продолжаются с 2020 года. И самое забавное, что действительно 2020 год действительно очень сильно коррелирует у нас с текущим годом. Также у нас были взломы в апреле 2021 года, совпадения, когда перед коррекцией за месяц до нее, да, июль 2021 года, когда начался рост август-сентябрь, тоже как раз-таки в сентябре была коррекция рынка. В октябре у нас был почти пик был рано, ноябрь пик был рано, август 2023 года тоже, по-моему, там была относительная коррекция, тоже дно рынка, насколько вы помните, то есть лето-осень 2023, ну, и совпадение, что это происходило именно в эти даты, вот, совпадение не думаю. Далее, получается, у нас USDC обогнал USDT по числу ежемесячных транзакций, но это все херня, тот же самый, я помню, делали в 2023 году и рассказывали, что USDC пизже, USDT, хотя USDT китые холдят намного больше и печатают намного больше, вот, это показатель, что он у них в приоритете. Регулятор Таиланда предостерег биткоин-биржи от обманчивой рекламы, ну, и, как вы понимаете, естественно, начинает регулировать, пугать этим, ну, и рассказывает, что все, там хана, криптарости не будет. Календарь на май, биткоин-пицца-дэй у нас, кстати, будет и вынесение приговора SEO FTX, да, какой-то Ryan Salama, я думаю, всем уже похер на FTX, на Таралуну, но, как вы видим, продолжают и будут продолжать упоминать, в том числе в мае, а в мае я напоминаю, что был как раз-таки скам Таралуны, поэтому, я думаю, Таралуна будет все чаще упоминаться. Далее у нас заседание ФРС США по ставке 1 мая, вынесение приговора Tornado Cash 14 мая, публикация индекса потребительских цен, то есть инфляция, да, 15 мая суд по делу Binance, планируемая дата 17 мая, биткоин-пицца-дэй 22 мая, влияние токенов, слияние, вернее, токенов Ajax, FED и Ocean в единую монету ASI 24 мая, такие дела. Ну, насколько я понял, напишите в комментах, может, кто в курсе, что, я так понимаю, эта монета просто будет автоматически роздана, либо надо будет ее как-то поменять, я лично подробностей не узнавал, ну, в общем, будем посмотреть. Сенаторы США беспокоились использованием USDT для обходов санкций, конечно же, пугают, что типа бей самого сильного, да, USDT, AgentLayer у нас запустит токен Agent и проведет StakeDrop, ну, как вы понимаете, есть тот же самый, допустим, AltLayer, который залищен на Binance, это два разных токена, вот, но, как вы понимаете, что, естественно, в долгосрочной перспективе все это будет расти, поэтому абсолютно не переживайте, те, кто паникуют, очень даже зря. Команда Shibarino предупредила о мошенничестве с невыпущенными токенами Tait, ну, конечно же, что их могут запускать на DEX, по типу PrankXwap, ну, и если вам предлагают купить что-то на PrankXwap, очевидно, что это либо какая-то сверхвысокорисковая тема, либо вовсе скам, поэтому обязательно, скажем так, избегайте этой всей темы, вот, власти Таиланда собираются наказывать за неправильную рекламу криптоинвестиций, тоже, опять же-таки, как вы понимаете, тоже пугалки, CoinDesk и Indesys какой-то у нас, или Indexys, биткоин и эфир падают на фоне стокфляции в США, ну, как вы понимаете, при этом нам рассказывают, что у нас якобы биткоин с эфиром это защита от инфляции, от ставок, от кризисов там и так далее, ну, естественно, на хаях, конечно, за альткоины тишина, то есть есть только биткоин и эфир, других монет нету, но они скажут, но они же самые безопасные, там же есть ETF-ы, вот, но я напоминаю, что на альтах вы можете заработать больше, да, там выше риски, но я напоминаю, что они сейчас на дне, в отличие от биткоин и эфира, да, и BNB того же самого. Slow Mist у нас уязвимость плагина на WordPress может стать причиной кражи криптоактивов, ну, опять-таки, надо понимать, что владельцы сайта, держатели активов, подогрузы, исходящие от системы упоробления WordPress, я не знаю, кто сейчас WordPress использует, это система древняя, как я не знаю, хотел сказать, как мои носки, но вы поняли. Короче, в Южной Корее создают департамент расследования криптопреступлений, тоже, опять-таки, регуляция. Далее Пакистан собирается тестировать цифровую валюту Центробанка на малоимущих женщинах, я не знаю, в чем это рофл, может, они прикалываются, ну, и, по сути, как вы понимаете, естественно, что цифровые валюты неизбежны, и CBDC будет у нас запущена, и примерно, ну, до податам ничего не указано, когда они запустят, но, при этом, на данном этапе, цифровые кошельки и CBDC, они планируют запускать. Петр Бранд говорит, что бычий цикл биткоина ему конец, видите, вчера тоже были эти новости, но, при этом, он ожидает роста 140-160 тысяч к осени 25-го года, да, как и я этого ожидаю, где-то 140-150, но, по факту, говорит, что на данном этапе каждый отказался на 80% мощным предшественник, да, ну, типа Халвинг, я так понимаю, ну, и, по сути, говорит, что, может быть, бычий цикл и закончен. Ну, то есть, такие противоречивые прогнозы, чтобы толпа была в неведении, в непонимании и в неопределенности. Институциональные инвесторы вкладывают крипталюту для хеджирования инфляции, ну, конечно же, и в какую же крипталюту? Наверное, в биткоин, да, ну, естественно. Вот, поэтому, далее, последствия Халвинга, как снижение награды за блок отразилось на акциях криптокомпаний, ну, по сути, у нас Galaxy Digital, это фонд Майка Новоградца, да и какие-то инвестиционные фонды, ну, по сути, никак это не отразилось, как мы наблюдаем, некоторые акции, наоборот, даже подросли на те же, там, 5-10%, но, я думаю, Халвинг абсолютно никак не влияет на эти акции, ну, и, в принципе, упоминается Tesla. Кстати, тот же SpaceX держит тоже биткоины, поэтому имейте в виду, я это тоже показывал. В Гонконге запущены, наконец-то, у нас первые азиатские крипталютные ETF, и листинг уже состоялся, как вы понимаете. Ну, и, конечно же, Гонконг, это, понятное дело, Китай, и если Китай запустили у нас, ну, эти ETF, то, конечно же, США тоже запустят ETF на тот же эфир, я напоминаю, что вот биткоин ETF у нас есть, также Ether Spot ETF, то есть, опять же-таки, то, что эфировский ETF запущен, это был, ну, вопрос лишь времени, поэтому, как вы понимаете, объемы, конечно же, небольшие, 1,34 ляма, 3 ляма, но это только начало, как вы понимаете, и сейчас приток просто поебенит, понятное дело, что может быть откат после этого, и как раз-таки коррекция, потому что, когда запустили биткоин ETF, была коррекция 20%, и, естественно, может быть, и сейчас она продолжится немножко, но в долгосрочном перспективе это, естественно, позитив. Далее, получается, у нас консенсус уверенный, что больше года SEC считает эффект ценной бумагой, ну, и, по сути, какая вообще разница, наоборот, это хорошо некоторые, ну, как вы понимаете, вот, допустим, как я записывал подкаст по поводу того же эгоизма, да, что нет в этом ничего плохого, но нам рассказывают, что это якобы там, ой-ой-ой, как страшно и плохо и негативно, да, то же самое и здесь, как вы понимаете, естественно, что ценная бумага, это, наоборот, хорошо, потому что, значит, она признана государством, и значит, что все уже имеется регуляцией, все отлично, понимаете? Так, ну, и, естественно, то есть пойдут притоки капиталов, фондов, ну, короче, как с биткоином, так и с эфиром, ребят, ну, если надо объяснять, то не надо объяснять, я думаю, так понятно. А те, кто пугается вот этого ценная бумага, что якобы все, регуляция, и что вы ждете, что скам произойдет или что? Ну, вот биткоин признали, там, ценная бумага, и что? Ну, продолжает расти дальше, то есть ничего не поменялось. Поэтому уверены, что сек считает ценной бумагой, ну, и, конечно же, пугают, что вот якобы все хана там и так далее, ну, это все, естественно, гониво. Далее, получается, у нас основатель Соланы подтрунивает над пугливым Виталиком Бутейным, ну, якобы начал его провоцировать там что-то, ну, и, я так понимаю, они рофлят друг над другом, и говорит, если ты настолько робкий, не может испугать молодежь, пользующаяся не требующим разрешения публичными блокчейнами ради веселья, то тебе нечего делать, там, и так далее. Ну, и спровоцировал токени мемы отпугивать серьезных разработчиков. Вот, по сути, ну, по поводу мемов, на самом деле, ну, Шибаину действительно вполне вероятно, что может быть, я не знаю точно, естественно, как вы понимаете, создана была, ну, скорее всего, тоже Бутейн, ему, может быть, Маском совместно, они решили так порофлить, и явно, что те же фонды закупают ту же Шибаину третьей после Биткоина Эфира, да, и тот же Доги, чтобы понимать, что Робин Гу, что Бинанс, что остальные все фонды, они действительно держат Шибаину и Доги Коин, то есть после, ну, Пепе ту же самую, да, после Биткоина Эфира, и это явно не просто так. Вот, и я напоминаю, что та же Шиба сделана на базе сети Эфира, ERC20, если кто забыл, да, вот, и тот же Пепе сделан на сети ERC20, ну, у Доги своя сети, ясен пень, да, далее за две недели с платформой для ликвидного стейкинга вывели 60 тысяч эфиров, но это уже было, далее суперцикл на рынке Мемтокенов подошел к концу, тоже пугают, далее у нас американцы хотят наказывать отказавшиеся от доллара страны, ну, это тоже типа санкции, да, SoloMainer заработал у нас 200 тысяч, ну, это тоже мы уже слышали, далее у нас Bitcoin ETF начнут торговать в Австралии в 2024 году, и, как вы слышали, тот же фонд OneR, DigitalX, Betashex, уже фонды, которые запустили ETF в США, конечно же, расширяются на Австралию, и это только позитив и медвежка, да, медвежка, конечно же, бычий рынок продолжения, да, LR2 решение на взлет, какие токены обратить внимание стоит нам, ну, и, естественно, у нас это оптимизм, оптимизм, потом это у нас Polygon Matic, нам говорят, Mantle, и, в принципе, все на данном этапе, ну, по поводу оптимизма, я уже говорил, что можно ли взять, можно, по поводу Matic, а не можно, а нужно, потому что его тоже максимально сейчас хейтят, и это отличная возможность его добрать, поэтому пользуйтесь, пока дают, ну, по поводу Mantle, не знаю, Mantle, да, есть собственный блокчейн, вся херня, но, как вы понимаете, да, сейчас можно добрать его там на коррекции, когда произошла на районе там тех же 35%, но, в принципе, ну, как бы подбирать, когда монета уже, знать здесь, дала сколько, несколько иксов, то, ну, фиг его знает, я не знаю, я бы сейчас не брал, тут уже дело, конечно, за вами. По поводу, кстати, фонды, если посмотреть, что по фонде, фонда постепенно, кстати, восстанавливается, то есть, скорее всего, переток капитала пошел из крипты в фонду, то есть, постоянно идут какие-то переливы, да, это может идти параллельно, но, как мы наблюдаем, сейчас все-таки хотят толкать наверх фонду, и она всего лишь в моменте скорректировалась, ну, и продолжает, скорее всего, продолжит идти дальше на перехай. По поводу остальных новостей, то, что у нас биткоин приближается к агрессивной части цикла с ценой 300 тысяч долларов, ну, насчет 300 я не верю, что это будет, но, если посмотреть, то по прогнозу, якобы у нас должно быть, там, какая-то 2 плюс 2, 4, 4 плюс 2, 6, 6 плюс 2, 8, и, по сути, типа, должна быть агрессивная фаза, ну, будем посмотреть, это по Fibonacci, и не реалистично или нет, но это дает прогноз 300 тысяч, несомненно, является техническим, поскольку точные изменения от максимума минимума на момент достижения среднего значения market maker, да. Далее у нас криптоаналитик прогнозирует вал цены биткоина уже в мае, опять же-таки, как говорится, sell in May and go away, да, как говорят в англоязычном сегменте, но, по сути, как мы понимаем, в мае продавать – это себя не уважать, да, вот такая вот рифма, и действительно то, что в мае в основном происходили все коррекции, в 22-м году мае-июнь, в 21-м году мае-июнь, также, по-моему, в 20-м году там небольшой откат тоже был процентов на 20-30, также в 23-м году, по-моему, тоже плюс-минус это было, и вот в 24-м году, как мы видим, сейчас уже май начинается, и совпадение, что тоже рынок лежит на днище, либо в локальной какой-то коррекции, да, совпадение, и, по сути, говорит, биткоин может дальше падать, и, возможно, даже до 30 тысяч, ебаный насрать, и, таким образом, не исключает 50% падение, ну, конечно же, это все возможно, Михаэль Вендепо говорит, что на данном этапе, говорит, что рынки находятся в состоянии скуки, или даже в медвежьем тренде, ну, наверное, локальном, он имеет в виду не глобальным же, исходя из этого, он ожидает еще большую просадку рынка, и, конечно же, ну, хотелки толпы подпитывают, да, и на фоне того, что рынок снижается локально, на те же, там, 5-10%, люди думают, а, ну да, точно, пойдет ниже, вот, ну, и, по сути, катализатор возобновления покупательский интерес, то есть снижение активности китов, говорит, ну, и при этом, что одна из причин медленного погружения может стать заседание ФРС, но, по сути, подгоняет любые причины, которые на рынок особо никак не влияют, это лишь косвенно, и то локально для трейдеров, да, для инвесторов это вообще никакого значения не имеет, да, вот, новая криптовалюта с поддержкой АИ собрала 576 тысяч долларов, ну, и, по сути, какая-то крипта у нас Вайнер Вуфс, я так понимаю, док АИ, то есть, опять же-таки, какой-то мем, искусственный интеллект, совмещение, да, какие криптокиты покупают криптовалюты ради прибыли в мае 24-го года, это у нас Тонкоин, Адекардана, Арбитрум, насчет Адекардана, Арбитрум и Тона я абсолютно согласен, потому что, как мы наблюдаем, Адекардана отлично снизилась на 43%, там, ну, условно, 45 даже, то есть, это CBDC криптовалюта, Арбитрум находится на днище, и, явно, киты в ней заинтересованы, я более чем в этом уверен, поэтому можете не сомневаться, те, кто боится, что там Арбитрум укатается на 60 центов, ну, окей, ребят, если действительно это будет, усоединитесь, но я бы не паниковал, я бы добирал бы с текущих, поэтому те, кто там обсирает штаны, очень даже зря, и, по факту, вам очень повезло, что уже 3 недели мурыжат в этом диапазоне, то есть, это просто подарок свыше, что вам дно дают, дно дают по Арбитруму, понимаете, но люди не покупают, люди не хотят, люди ждут ниже, ну, окей, то есть, опять же-таки, классика жанра, ничего не меняется, параллельно с этим могу еще посоветовать монету Онда, да, я ее уже советовал неоднократно, ну, и, в принципе, несмотря на то, что она там отросла в 5 раз, ничего критичного не произошло, поэтому не переживайте, и все будет нормально, но по поводу тонкоина, то есть, у меня многие спрашивали, стоит ли его брать, там, и т.д., и т.п., ну, то есть, ребят, выбор за вами, то есть, опять же-таки, те, кто хотел, тот его покупал по доллару, по 2, когда я советовал потолок, по 3 можно было взять, и то уже, как мы понимаем, с накоплением мы тогда вышли, но покупать сейчас, ну, как хотите, в принципе, сейчас коррекция, там прогнозы были якобы ниже 5 долларов, но я, опять же-таки, сильно не ждал такого падения, потому что 5 долларов, это здесь, во-первых, психологическая отметка, во-вторых, это ключевой уровень, ниже которого мы вряд ли уже пойдем, поэтому я особо на это не рассчитывал, те, кто хотел купить, ну, вот, коррекция 30%, можете это брать сейчас, но имейте в виду, что дно он уже прошел, и вряд ли туда вернется, вот. Далее у нас Южная Корея регулирует криптопреступления новым следственным подразделением, ну, и, по сути, Сеул у нас занимается сложными преступлениями, связанными с криптолютой, требующих специальных знаний, ну, и, по факту, конечно же, регуляция, там, и так далее, настает. Вот, Феникс и Васаби прекращают операции в США из-за давления со стороны регулирующих органов, и, получается, самое ограничение под стражей, ну, и также эти события усложняет сектор DeFi, естественно, но DeFi напрямую связан с CBDC, я напоминаю, ну, и решение последовало за действиями регулирующих органов у нас против Samurai Wallet и иском MetaMask против SEC. Далее, получается, у нас Lido, то есть Lido Finance, LDO монета, достиг 1 миллиона валидаторов на фоне снижения TVL. Ну, LDO, я рекомендовал тоже, это монета на базе сети Эфира, позволяет стейкать Эфир, Биткоин и так далее, то есть она вообще ни хера не упала особо, ну, вот здесь вот локально, я имею в виду, здесь от Хая, понятное дело, коррекция в 2 раза, поэтому отличная возможность у вас докупить, поэтому пользуйтесь, пока дают, что называется, да. Ну, и, как вы понимаете, самое интересное, что контролируют 28,5% акций Эфира на фоне разнообразных показателей DeFi, то есть, по сути, 30% монета Эфира держит у нас Lido, но я напоминаю, что у Эфира эмиссия не ограничена, хоть и есть сжигание. Shiba Inu продолжает коррекцию цен, видите, нас пугают дальше, что со значительной тенденцией, потенциальное снижение цен, продолжительность, ну, и, по сути, несмотря на то, что индикаторы склоняются к медвежьим настроениям, ну, на самом деле, так и есть, потому что голова уже чуть ли не в медвежку уверовала, цена траектории Shiba Inu остается нестабильной, потенциальными зонами поддержки и, по сути, определяющие будущие движения, ну, короче, неопределенность. Тизер меняет фокус и вкладывает миллионы в нейротехнологии BlackRock, чтобы вы понимали, и после этого говорят, что тизер будет скамить, ну, уже смешно, вот, поэтому тизер инвестирует 200 миллионов долларов в BlackRock Neurotech, став мажоритарным акционером, то есть, они в партнерстве с BlackRock, ну, очевидно, ребята, что тот же BlackRock берет деньги у ФРС США, и очевидно, что, ну, как вы понимаете, кто печатает бумажный доллар, тот, соответственно, скорее всего, создал и цифровой доллар в виде тизера USDT, вот, угадайте, кто с одного раза. Средства на усиление коммерциализации и исследование разработок интерфейса MOS Computer от BlackRock, ну, я так понимаю, это у нас искусственный интеллект какой-то, да, токенизация активов, то есть, опять же-таки, CBDC и развитие и технологии, да, стратегический шаг способствует у нас видению тизер по объединению технологий и человеческого потенциала, вот, поэтому это все не случайно, и, конечно же, если перевести на английский, как это все называется, это называется у нас, как он, Technology with Human Potential, ну, короче, я так понимаю, скорее всего, тоже искусственный интеллект, как вы понимаете, и, естественно, не нужно паниковать, не нужно бояться, и Brain Computer Interface какой-то тут, не знаю, BCI, да, как вы понимаете, и это очень сильная заявочка, поэтому ни о каком скаме, тизера, ну, не может быть о речи, да, аналитики утверждают, что альткоины достигли дна рынка и готовы к новому бычему ралли, ну, на самом деле, такая новость один на миллион, и многие могут не поверить, но я напоминаю, что такие же новости были на дне биткоина, когда он был на дне в 22-м году в ноябре, декабре и в январе 23-го уже, понимаете, и тогда я тоже не поверил, я ждал ниже, почему ждал ниже, потому что, ну, почему киты должны вдруг придут ждать толпу, что это дно, но, как вы видите, это сработало, многие не поверили, такие, как я, да, некоторые ждали ниже, там, по 12, там, по 10, ниже 10, как я в том числе, да, ну, и после этого оказалось, что 15 тысяч это было действительно дно биткоина, и сейчас тоже утверждают, но многие не поверят, потому что цена падает, держатся в боковике, волатильности особо нету, и, конечно же, они могут сказать, да, нет, действительно, мы сходим еще ниже, ну, и, по сути, по мнению экспертов, готовы к бычьему росту, аналитики отмечают благоприятные инвестиционные условия, ну, с одной стороны, то есть, толпа не будет покупать, потому что будет ждать ниже, это первое, а второе, даже если они купят, то они подумают, что, блядь, раз вышла такая новость, то очевидно, что рынок придет против толпы, то есть, пойдет еще ниже, ну, короче, эта новость заставляет толпу выходить из рынка и ждать еще ниже, вот и все. Ключевые криптлюты отмечены, это оптимизм, чейнлинг и другие, ну, какие другие, пока что непонятно, давайте глянем, какие это другие, говорит, что у нас тенденция по поводу халвинга, кстати, вот, как у нас все происходило, видите, вот, действительно, произошел халвинг-памп, халвинг-памп, халвинг-памп и халвинг-памп тоже памп должен быть, финальная вот эта фаза, и, кстати, ситуация чем-то похожа, поэтому имейте в виду, что, я думаю, тренд у нас неизбежен, поэтому вопрос лишь времени, когда мы туда придем, и те, кто пугаются, очень даже зря, и, ну, в любом случае, у нас будет этот рост, и можете не переживать, поэтому параболическая фаза вот-вот уже настанет, но вот-вот, естественно, это от нескольких месяцев до полугода нужно подождать, если вы не умеете ждать, ну, ребят, можете не ждать, потом зайдете на хаях, поэтому, глядя на текущее рыночное положение, должен сказать следующее, за несколько месяцев не было лучше возможности накопить альткоины, чем этот спад, на самом деле, так и есть, такое давно не случалось, экосистема эфира выглядит самой сильной по сравнению с другим криптографическим сектором, по сути, оптимизм, челлинг, тия, ву, скейл и так далее, ну, скейл, по-моему, монета уже стреляла, насколько я помню, поэтому нахера ее подбирать сейчас я лично смысла не вижу, то есть она уже, зна дала около, сколько там, 5-6 иксов, да, это первое, потом тия нам посоветовали, тия можно подобрать, я тоже ее рекомендовал по поводу ву-нетворк, да, есть такая монета, она, по-моему, тоже шла в рост, но сейчас ушла в коррекцию, поэтому, кто хотел, можно подобрать 60% коррекции, отличная возможность добрать эту монету, в моменте было 4 икса, но вот сейчас как раз-таки на коррекции можно добрать, если вы этого не успели сделать. По поводу, что там еще у нас, оптимизм, челлинг, тоже я их советовал, оптимизму уже смотрели, челлинг, однозначно, потому что CBDC криптовалюта, как вы наблюдаете, тоже сейчас отличные отметки, скидка 40%, поэтому покупайте, пока дают. Далее, получается, 4 криптовалюта могут упасть до новых минимумов, это Bitcoin SV, нас пугает, вы видите, как пугал Tezos, совпадение и вот эти же криптовалюты, Bitcoin SV и Tezos были в фарпсе криптовалюты зомби, якобы скам криптовалюты, вот, SNX, синтаксис, а какая четвертая, я так понимаю, непонятно, может упасть ниже, нам говорят, и может упасть до низкого уровня до 50 долларов, то есть, по сути, нас пугают, что вот еще будет дальнейшее падение, говорят, что будет падение еще где-то там скоро процентов на 10-20, то есть, надо еще ждать, типа, рано еще покупать, ну, конечно же, естественно, что у нас еще такого посоветовали, давайте глянем, то, что Tezos может у нас упасть, но Tezos и так на дне, поэтому куда ему там еще падать, даже если он скатится там к уровню лета осени 23 года, все равно он глобально находится на днище, поэтому, ну, вот, от хая, давайте глянем, сколько он здесь упал, минус 90%, поэтому вообще нет смысла паниковать, что у нас еще, синтаксис и алгорент, алгорент, естественно, топят данную монету, почему, потому, ну, топят в плохом смысле, потому что топят против нее, потому что CBDC криптовалюта, да, тут голова плечи, кто-то скажет, ну, это все насрать, потому что в долгосреке это все отрастет, ну, а синтаксис тоже, она находится на днище, то есть, она вообще еще ни хера не показывала, и, как вы наблюдаете, даже сейчас она в просадке те же там 90%, поэтому обязательно закупайте проекты, особенно Dex, DeFi сектор на базе эфира, и не парите мозга, все отрастет, поэтому не переживайте, ну, по поводу готова ли цена биткоина достичь 95 тысяч долларов на фоне сохраняющейся жадности, ну, и, по сути, присутствует оптимизм и желание очередного ралли, нам говорят, ну, и поэтому фигура флага в долгосрочной перспективе остается идеальной инвестиции, ну, конечно, самое время покупать биток по 60 тысяч, да, далее, получается, три бычих альткоина, по прогнозам, затмят биткоин в мае, это Binance Coin, ну, конечно, по 700 долларов на хаях, Пепе тоже на хаях совпадение, и Трон, ну, конечно, тоже на хаях, то есть три криптолюты, которые на хаях, нам говорят, надо их покупать, да, ну, спасибо за совет от души душевно в душу, да, я напоминаю, что тот же Трон находится на хаях, давайте я вам покажу, если кто не верит, вот он находится на хаях того же 17-го года, совпадение, да, BNB, давайте откроем, BNB тоже на хаях находится, ой, совпадение какое, да, и Пепе, давайте откроем, посмотрим, что же у нас по Пепе, И Пепе тоже сделала даже перехай И тоже находится на хаях, да, после того, как она Помпанула, и говорят, что надо покупать Пепе Блядь, ну какие же советы Ебейшие просто, говорят, затмят биткоин Ой, ну, спасибо, вот, Солана у нас Дескросс, то есть КС смерти Пугают, что снижение до 100 долларов Ну и Солану продолжают тоже топить, что якобы она там Упадет на 20, на 50, на 100 долларов Ну это все херня, и по сути из текущих Мы типа должны упасть еще на 25% Практически, ну, как вы понимаете Это возможно, но это, скорее всего, пугалки Чтобы вы ждали ниже, и типа якобы близка к тому Чтобы стать свидетелем креста смерти Давления на альткоин и все хана Далее дебют спотовых ETF на биткоин Эфир Гонконге, повезет ли он американского аналога И HKEX Называется он, давайте глянем Действительно его, я так понимаю, залистили Ну, в принципе, переживать не стоит Вот у нас JP Morgan, какой-то продукт тут имеется Ну, не знаю, и как вы понимаете, видите Они даже американский фонд расширен на Тот же Гонконг, совпадения не думаю Ну, по сути, говорят, что эксперты выражают оптимизм И, по сути, доллар США Многообещающими ценами, открытиями, инновационными у нас функциями Далее, получается, у нас план AirDrop OriginLayer Вызвал дебаты Сообщество призывает более справедливое распределение токенов И только 15% выделяется стейкером самообщества Далее у нас дело Самурая Один основатель освобожден Поскольку США добиваются к традиции другого Ну, и, по сути, Самурая валит У нас тоже это все обсуждалось Поэтому вот эти суды, естественно, тоже у нас окрашивают В негативный цвет рынок, да, в красный Микростратегии инвестируют еще 122 тысячи биткоинов А, 122 биткоина покупают и 122 тысячи, наверное 15-2 миллиарда долларов Ну, и, по сути, как вы понимаете Естественно, несмотря на падение доходов Компания продолжает агрессивные инвестиции Ну, как сказал Майкл Селлер Он будет ждать лямбаксов Будет ли восстановление тонкоина После предотвращения падения ниже 5 долларов И совпадение, да, давайте я вам покажу Та же самая ситуация, нам говорят, что Находится идеально в фазе накопления Поддержка 5,4 доллара И может повести к быстрому восстановлению И предотвращение падения О чем свидетельствует пересечение там МАСИД Ну, как вы понимаете Вот у нас тоже были пугалки По поводу того, что может у нас Влияние на цену, прорыв Но перед этим нам рассказывали Что может упасть ниже 5 долларов Две ценовые точки, которые стоит обратить внимание Тонкоин обогнал Ну, и при этом ожидание роста Ну, по-моему, то ли удалили эту новость То ли что Как вы понимаете Как отрагируют тонкоин там и так далее Ну, по сути, походу удалили эту новость Вот, и давайте глянем ради интереса Потому что до этого пугали Что может упасть у нас ниже 5 долларов Да, походу удалили Консолидируется Ну, и находится прибыльным Да, удалили, походу, эту новость То, что 5 долларов И самое забавное Действительно так и есть Тонкоин Давайте глянем Да, действительно, походу удалили Потому что перед этим тоже рассказывали Что хотят Ну, можем увидеть ниже 5 долларов Но, как вы понимаете Это тоже все были пугалки Для того, чтобы вы ждали ниже Я думаю, с этим понятно Поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем пока.